В Манеже Спартак Боевая ничья 4-4. В составе «Пермяков» отличились «Шабанов» и «Трижды Самохвалов». Рассчитывали на победу, сыграли в ничью. В первом тайме ошибки, моя в том числе ошибка в первом голе. Ну, во втором тайме чуть собрались ребята, между собой поговорили и чуть выровняли, ввели даже. Опять же, ошибка в обороне и нас наказали. Таким образом, в домашнем туре «Арсенал» взял 4 очка из 6 возможных. Это не то, на что рассчитывали, говорит наставник «Пермяков» Олег Ахтимзянов. Однако в будущее тренер смотрит с оптимизмом. Первый круг закончился, сыграли со всеми командами, посмотрели, со всеми можно играть. Даже проиграли там крупно «Алмазу» и «Табу». По игре, счет не по игре был. Поэтому я думаю, что есть над чем работать. Будем стараться зайти повыше в таблицу, подняться еще. И, в принципе, все предпосылки для этого есть. На матч четвертого тура чемпионата «Арсенал» отправится в Глазов. Соперниками там станут «Саратовец», «Спарта Щелкова», «Столичный коллектив КПРФ» и «Клуб Липецк». Игры состоят с 11 по 14 декабря. В Перми появился еще один мастер спорта международного класса. Это почетное звание присвоено трехкратной бронзовой призерке чемпионата мира по каратеке «Окушенкай», многократной чемпионке России по ката Майе Брагиной. Соответствующий приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации уже подписан. Пермские спортсмены успешно выступили на первенстве Приволжского федерального округа по каратеке «Окушенкай». На соревнованиях в Уфе за наградой боролись более трех сотен юношей и девушек со всего Поволжья. Пермики завоевали первое общекомандное место по ката и второе по кумите. В своих возрастных группах в разделе ката золото завоевали Ангелина Свердлова, Варвара Выгузова и Маргарита Суворова. А Никита Галушин, Иван Аминов и Степан Шевченко стали лучшими в контактных поединках. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.